добрый день дорогие друзья понедельник день тяжелый трудовые будни начались но я приглашаю вас посмотреть очередную серию сериала у вас патриот 2019 модельного года на канале дмитрий флеганта поехали вон он кстати стоит всегда жизни принцип исповедовал хочешь сделать что-то хорошо сделай это сам в наше наше кризисное время вот благо багажник большой позволяет много чего тут размещать носки полетели переносим все мы ребята плавно во вторник вчера снимать было нечего да и некогда а сегодня сегодня появился повод для съемок предыдущий ролик где я на бездорожье где диагоналку проверял там если внимательно если вы внимательно смотрели можно было услышать скрип тормозов вот я когда приехал потрогал короче задний барабан задние барабаны и обнаружил на одном из них нагрев повышенный вот оказалось что колодочки видимо подклинивают справа получается на правом заднем барабане вот спереди диски у нас сзади барабаны короче сейчас поеду сдерну колесо посмотрю чего там может скорее всего что тормозной цилиндр закис и я в принципе то уже на завтра записался к дилеру свечи там по ним быстро этот цилиндр поменяют но я я хочу сейчас просто заглянуть посмотреть немножко может его рожать вот что завтра нормально до дилера доехать чтобы тормоза не мучить так скажем все ездить можно но все равно греется он а что так вот у нас первая такая небольшая поломочка можно так сказать в общем сейчас я вам буду показывать как здесь устроены тормоза на новом патриоте так ребят все я подъезжаю короче гаражу сейчас буду снимать колесо ну хотя бы для начала его под домкрачу посмотрю хоть вообще как она вот так машина катится конечно нормально ничего не хочу сказать то есть сначала на домкрат а потом уже посмотрим дальше с этим всем делать поближе 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 к дверям подъеду так и все наверно так и домкрат так вот такие у меня есть рукавники руки не пачкать рукава не пачкать так так в общем ребят вывесил я колесо скажу вам что домкрат все-таки здесь надо другой немножко не подкатной так смотрим да барабан прихватило подклинивает подклинивает цилиндр очевидно так смысл наверно смысла туда лезть наверно особого нет сейчас видите если только только чисто и немножко попытаться сжать 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 колодки чтобы завтра доехать нормально чтобы не грелось это ничего но в принципе давайте попробуем сейчас я тогда колесо буду снимать перчатки 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 так вот Субтитры сделал DimaTorzok Вот у нас сейчас вот эти вот надо открутить винты, у меня мощная отвертка есть, вот и буду откручивать. Так, тут что у нас, это я вот сидел в грязи недавно, как вы видели, кто не видел, поищите. Кстати, машина сутки практически в поле у меня простояла, сел на мосты, провалился там в болото. Ну, такая вот ерунда случилась, но в этом весь кайф есть, внедорожных покатушек. Так, все, сейчас пока подготовлюсь. Так, поехали. Так, этот есть, здесь тоже обстучать. Все. И тут нормально. Так, вот, как видите, выкручиваются они легко. Сейчас будем снимать, снимать барабан. Вот они такие вот, коротенькие. Так, положу их пока сюда. Вот они. Так. Вот. Так, вот. Так, все, сейчас будем снимать. В общем, короче, тут, смотрите, здесь вот отверстия есть. Вот. Туда нужно вкрутить такие вот болты на 8, по-моему. Короче, ну, как съемник получается. Барабан сдергивает специально для съема. Вот отверстия. Так. Будем пробовать. Вынят, а не здесь. Так, ключик. Так, ну вот, все. Сейчас буду пытаться снимать барабан. Так, вот, пошел потихоньку. Потихоньку. Ну-ка. Колодки держат. Так, ну вот, ребята, и все. Барабан снимаем. Да, тут. У нас тормозной барабан такой. Грязь попала. Так. Вот, смотрите. Вот так у нас ступица выглядит. Вот. Значит, чего тут у нас? Здесь у нас, как на всех современных автомобилях с барабанными тормозами, эти тормоза колодки саморегулирующиеся. То есть, тут вот механизм есть с этим самым, с таким зубчатым клинышком, который вот здесь вот в этом вот проеме находится. В общем, он их, так скажем, автоматическая регулировка ручника здесь за счет этого осуществляется. И минимальное расстояние до барабана. Так. Еще один нюанс. Вот, смотрите. Вот тут как бы эти солдатики, так называемые. Колпачки на них вот такие. Вот. Они снимаются вот следующим образом. Вот так вот тут, блин. Так вот поворачивается. Вот так вот поворачивается. И вот так вот снимается. Вот. Эти колпачки, короче, совет. Когда колодки заклинивают, ну вот цилиндр заклинило, допустим, да, барабан сдергиваться тяжело. Зачастую начинают отжимать барабаном, отжимать начинают колодки. Вот. И, как правило, рвет вот этой штукой, разрывает металл. То есть, колпачок как бы приходит в негодность. Его уже не зафиксировать. Но новый не нужен. Просто берем вот этот вот. Нижнюю часть вот это вот. Он, видите, такой же. Они одинаковые. Вот. Они одинаковые. Просто их переставляем местами и все. Поврежденные ставим вот сюда вот. А тот, который стоял у основания, его наверх. Вот и все. У нас повторно можно использовать как вот так вот. Так. Сейчас мы на место это все возвращаем. Колодки я трогать не буду. Тут все просто почищу. И все. И ничего больше. Ничего больше тут трогать не буду. Так. Давайте еще что тут показать. Вот там вот. Метки. Испи АБС. Как мы видим. А датчик у нас вот он стоит. Вот здесь вот. вот он датчик идет. Вот он. Вот он провод пошел туда. Вот как все это выглядит. Так. Пока камеру сюда поставлю. Вот так вот. Верну пружинку. Поезда ездят. Рядом железная дорога. Поэтому шумно. Кампачок я зафиксировал. Но сейчас очистителем это все. Если бы этот механизм хорошенько прольем. Ещё бресять попало. когда я болотина сидел верно готова попробую немножко расшевелить цилиндр завтра доехать до дилера 120 километров поэтому ступица вращается легко без заеданий люфтов нет все в пределах пределах разумного вот выборку слышите вот зазоры вот нормально здесь ничего нет тут ничего ничего нет никаких люфтов не радиальных не осевых не чувствую так ну вот так значит сейчас будем постучу чем-нибудь немножко их пошевелить так вот заколотку у вас есть такое есть большое отверстие по нему и надо ориентироваться вот так ну да все правильно так съемники мне не нужны больше сейчас попробую тормоза еще раз нажму закусить не закусить поглядим так видите все включается включается хорошо вот все нормально разу винтики поставлю на место еще раз так ну все сейчас за тормоза так а вот видите ребят час вот нормально сейчас не закусываем все крутится все вертится сейчас колесо все так ну я думаю это все можно не показывать это про проза жизни момент упустим так ребят все колесо у нас на месте крутится легко теперь значит что дело для проверки для проверки этого всего хозяйства я сейчас запускаю двигатель включаю передачу отключаю usp чтобы у нас это колесо система не начала подтормаживать потому что она у нас как бы прокручивается вот и периодически торможу после этого снова попробуем если все нормально едем завтра к дилеру 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 новичка пилі Продолжение следует... Продолжение следует... Это мера временная, я считаю так, и в любом случае завтра я еду к дилеру, и этот цилиндр меняем по гарантии, потому что если он один раз заклинил, лучше поменять. Это я по опыту знаю, поэтому вот так вот завтра еду, ну если вам интересно, поснимаю. В общем вот, первая такая вот небольшая неприятность случилась, но это замена цилиндра дело минутное, это все делается быстро, минутное и копеечное, скажем. Поэтому не считаю это чем-то серьезным, всякое бывает. Так, ну что, все, запускаемся. И поехали. Ох, наверное, на заправку заехать предупредил. Зуммер о том, что бензин у нас заканчивается, но это завтра. Сегодня уже никуда ездить, наверное, не буду, чтобы поберечь тормоза, а вдруг снова клинанет. Так что так. Так что, все, ребят, до завтра. Всем пока и удачи.